Приветствую вас, любовь в вашем понимании, это своего рода посердствование, это своего рода полная самоотдача, это своего рода растворение, потальное растворение в других людях, например, в ваших родителях, вот. И, соответственно, именно то, как вы понимаете любовь, и является основной проблемой здесь. То есть, понимаете, какая возникает история? Вы говорите, что я понимаю, что жертвую сыном, но ничего поделать не могу. Так как если уйду домой, матери будет плохо, она сейчас почти здорова, но без нас сразу заболеет. Откуда такая информация, что без нас сразу заболеет? Есть такая психологическая игра, она называется «Без меня все разрушится». Вот, есть такая психологическая игра, и вот мне кажется, что иногда, иногда, иногда эту игру можно назвать еще и по-другому. Матушка Хадарт. Так вот, в этой игре, в этой игре, человек убежден, убежден, что все держится исключительно только на нем, на человеке. И без него все разрушится. Я уверен, что такая была ваша мама, и есть такая ваша мама. И я уверен, что такая и вы. В общем, вы считаете, что если вы уйдете, и ваша мама заболеет, откуда такая информация? Почему она заболеет? Что значит заболеет? Если человек перенес инсульт, как вы говорите, да, инсульт, то есть паралич, то паралич, если, ну, если можно заболеть параличом еще, да, то это только, вот как, заболеть параличом можно еще, это только если, значит, ну, паралич случится еще раз. Насколько я правильно понимал. Вот. То есть, если паралич ударит снова, то это будет, как бы, вновь человек заболеет. А пока паралич, эээ, не ударил ее, а он и не ударит, если соблюдать, эээ, в общем, приписание врача. Да? Вот. То, что она не заболеет. То есть, мне непонятно, вы, эээ, какими, эээ, понятиями оперируете, говоря о том, что, вот, эээ, ну, что, ваша мама, да, она может заболеть снова. Вот мне, эээ, как-то здесь, эээ, не ясно. Абсолютно. Это, этот момент. То есть, вы, либо, либо, как-то, как-то не так, эээ, понимаете вашу болезнь, ага, либо, вы нам, эээ, не все рассказали. Вот. То есть, мы нам не все сказали. Не все, как есть. То есть, вполне вероятно, что есть еще какие-то обстоятельства, да, о которых мы, собственно, не знаем. Вот. Ну, если, если так, если так, эээ, ну, тогда раскройте ответ, чтобы мы, чтобы мы их знали, потому что, иначе как, как вам помочь? Вот. Другое дело, другое дело. Эээ, смотрите, какая история. Паралич это что? Паралич это беспомощность. Да? Ну, я думаю, вы, эээ, не будете, эээ, с этим спорить. Что, паралич это, эээ, беспомощность. Так вот. А если, если, паралич это беспомощность, то человек хочет быть беспомощным, подсознательно. Ведь мы, ведь вы пишите что? Что ваша мама всегда, всегда ходила у него, эээ, на поводу у отца. То есть, она не была беспомощна. Она все время, эээ, ну, имела, видимо, повышенную ответственность за вашего отца, возможно, даже за вас и так далее. Если она имела повышенную ответственность, то вот вам мотив от этой ответственности отказаться в виде паралича. То есть, паралич не происходит, эээ, случайно. В психологии есть такое мнение, что ни одна болезнь не происходит сама по себе. Или в очень редких случаях это случается. Вот. Как, как правило, как правило, эээ, паралич, если и происходит, то происходит он в результате желания самого человека. В данном случае, в данном случае, скорее всего, в результате желания вашей мамы, подсознательного, неосознанного желания, ээ, избавиться от ответственности. От этой чрезмерной ответственности, которая на нее, ммм, значит, навалилась. Но здесь нет ключевого понимания того, что эту ответственность человек выбирает сам. Сам человек выбирает себе такую ответственность. Его никто не заставляет. По итогу. То есть, в детстве человека, конечно же, кто-то заставлял. Да. Это безусловно. В детстве заставляли, к сожалению, к сожалению, да. Но. Во взрослой жизни человека никто уже не заставлял. Он делал эти вещи все сам, по инерции, потому что считал это своим долгом. Но долг, этот долг, не что иное, как иллюзия. Потому что за этим долгом, ну, как вы понимаете, я надеюсь, не стоит ничего абсолютно за этим долгом. И вот вам нужно в первую очередь задать себе вопрос. Мама, почему она так себя вела? С отцом. А? Почему она у него была на поводу, терпела его деспотичность и так далее, и так далее, и так далее. Ведь что-то же, наверное, ее стимулировало. На этом. Чувство. Тогда что? Что ее могло стимулировать на этом? Чувство долга, чувство вины, там и так далее. Это какие чувства? Ну вот. То, что стимулировало ее на такую вот модель поведения. Какие это чувства? Позитивные ли? Негативные ли? Или еще какие-то? Как вот вы, вы сами, как считаете? Я полагаю, что вы придете к мнению, что это чувства были негативные, направленные не на нее. Не для ее блага это были чувства. А для чего же блага тогда? За благо кого-то другого. Но не ее. И ваша мама не умела. И до сих пор, вероятно, не умеет сказать нет тому, что не идет ей на пользу. И не умеете из-за этого вы то же самое сказать. Вы не умеете сказать нет, значит, ну, тому, что не идет вам на пользу, просто потому что вы не привыкли. Вы будете чувствовать себя виноватой тогда, если сделаете так. И вот, собственно, именно по этой причине и вы не счастливы. В психологии подобные чувства называются рэкетными. Это рэкетные чувства. Когда, когда человек не свободен в своем выборе, в своих решениях. И эти чувства, они корректируются. Им говорится нет, им говорится, им как бы, им присоединяется фильтрация. То есть дифференцирование того, что поступает извне, грубо говоря. Вы сейчас жертвуете своим сыном. Ради кого? Ради матери. Какой будет ваш сын? Таким же, как вы. Таким же, как вы. Таким же, как вы, он будет жертвовать, значит, собой. И так же, как ваша мама жертвовала собой. Вы хотите этого для своего сына? Я думаю, что нет. А для этого вам нужно сначала стать собой. Для начала. Понимаете? Для начала вам нужно стать собой. Самой собой. А для этого нужно освободиться. Маме нужна помощь? Хорошо. Как вы можете помочь? Наймите сиделку, например. Возьмите ее к себе в дом, например. И так далее. Понимаете? Вот. Есть варианты. Да, это варианты неприятные для вас. Я согласен. Но это варианты. Это лучшие, лучшие варианты, чем те, что есть у вас сейчас. Потому что сейчас ваши варианты, они такие, такие, что они делают вас несчастной. А вашей маме, то бишь бабушке, которую любит ваш сын, каково ей, например, что из-за нее хуже становится вашему сыну. Допустим. Вот. Понимаете? То есть все вот это вот взаимный, взаимный перенос ответственности, да, отсутствие границ ответственности, играет с вами злую шутку на самом деле. И начинать здесь нужно с себя, да, с себя нужно начинать. То есть ощущение для начала своей выгоды во всем этом. Понимание выгоды мамы, вторичной выгоды от ее болезни. Вот. То есть да, это не очень приятно, безусловно. Это не очень приятно, то, о чем я говорю. Это безусловно неприятно. Безусловно. Потому что, ну, мама так кажется несчастной. Маме так кажется, кажется, больше всего не повезло, да, больше всех не повезло. Нет, нет. Маме не повезло. Это был ее выбор. Я нашу выбор сделал. Теперь надо сделать ваш выбор. А за ваш выбор пока что отвечает сын. Справедливо ли это? Нет. Это несправедливо. Имеет ли это значение для вас? Нет, не имеет. Потому что вы жертвуете сами, вы позволяете свои права попирать, вы позволяете себя унижать, и вы таким образом, таким же образом позволяете это и по отношению к сыну. То, что отца вашего не переделать, это факт. Его не переделать. Он такой, как он есть. Я уверен, что он неплохой. Я уверен, что он считает, что он делает хорошую вещь. Я уверен, что он считает, что он на пользу, для пользы делает то, что делает. Я уверен, что у него есть оправдание того, что он делает. И пусть оно у него будет, это оправдание. На здоровье. Пусть. Пускай. Пускай будет. Это хорошо. Но поймите, чего кончится отец по факту. Просто вот откройте для себя этот элемент реальностью. Чего хочет мама для нас и чего хочет отец для вас. Значит, если мама, например, для вас хочет, ну, допустим, счастья, если она любит вас. Да, вот если ваша мама любит вас. Она хочет счастья. Для вас. Для вас. Как она, как она, это счастье, грубо говоря, понимает, что для нее счастье? Для вашей мамы. А что для вас счастье? А принимает ли мама ваше видение счастья? Как вы считаете, должна ли она принимать ваше видение счастья? А вы должны принимать ее видение счастья? Знаете, вот здесь вопрос в том, что для вас нормально, а что ненормально. Потому что нормально, это когда родители хотят для своих детей этого самого счастья. Это нормально. И ненормально, когда родители диктуют, каким это счастье должно быть. Вот. Потому что, ну, сам, сам человек только определяет, какое оно, это счастье. Потому что, ну, сам человек решает, каким оно должно быть. Ну, вот. И если родители не позволяют, если родители не позволяют, например, вот, своему ребенку решать, каким должно быть его счастье, то он это сделает либо из эгоизма, и тогда с этим ничего не пойдет. От этого нужно просто отстраниться, ну, потому что вы ничего с этим не делаете, да, тут аж дядя прав. Либо родители это делают, потому что он считает, что это единственно возможный путь для того, чтобы, значит, ребенок был счастлив. Опять же, опять же, право родителя, право родителя так думать, это его право на самом деле. Вот на самом деле право родителя так думать, безусловно. Но, но, необходимо помнить, что и ваше право думать по-другому. Необходимо помнить, что и вы вправе делать так и то, что считаете нужно. Понимаете? Вот это, то есть, то есть, один человек хочет чего-то для вас, родной человек, если любит вас, и вы хотите чего-то для другого человека, если вы любите его. Так вы подумайте, вот, если вы любите свою мать и хотите, чтобы она была счастлива, а вы делаете что-то, чтобы она была реально счастлива? Счастлива ли ваша мама, например, наблюдая за тем, как вы, там, себе вредите, например, и так далее? Я не думаю. Я не думаю, потому-то, ну, это невозможно. Невозможно быть счастливой в виде, как, значит, твой ребенок, да, страдает, и твой внук страдает. Ну, невозможно. Делаете ли вы счастливее свою мать? Нет, вы не делаете ее счастливее. Никак. И возникает тогда вопрос. А если вы не делаете ее счастливее, да? То зачем тогда вы это делаете? Чтобы вам было спокойнее. Чтобы вам было спокойнее. Вы это делаете для того, чтобы вам было спокойнее. А почему вам не будет спокойнее, если вы не будете этого делать? Ну, вот это, на эту тему нужно пора размыслиться. Ну и что касается ребёнка, то здесь, я надеюсь, понятно, что ребёнок в любом случае не должен страдать. Теперь я пройдусь по вашему тексту. То есть, как вы уже поняли, вам нужно сейчас, на данный момент, что-то, ну, мне кажется, не очень правильно. Например, уходить от матери или там решать что-то с отцом, это всё, ну, это всё не даст результат, скорее всего. Вы будете, вероятно, чувствовать свою вину, если поступите как-то. Соответственно, всё это запустит привычный круг модели модели. Привычный круг модели взаимодействия. Вот. Что нужно? Нужно работать над собой. Над чем? Над самооценкой, над уверенностью в себе и над личными границами. В первую очередь. Вот. И заботой о себе. Знаете, вот нет у меня ощущения, что вы себя любите и о себе заботитесь. Вот. Потому что у вас и мужа нет, и ребёнок у вас, да, значит, которого вы, которому вы жертвуете и сами вы с собой жертвуете. Вот. В общем, нет ощущения, что вы себя любите. А это нужно. Себя любить нужно. Если вы не будете себя любить, то кто вас, кто вас будет любить? Кто будет уважать? А самое главное, как сын смотрит, так тогда нормально взаимодействовать с миром, если вы себя не любите. Кого он будет учиться любить себя? У родителей. То есть у вас. Вот. Знаете? Лично любовь к себе – это принятие всех своих качеств. Не с точки зрения оценки, а с точки зрения бытности. не условности, а бытности. Я есть. Такая, какая есть, например, вы себе говорите. Ну, допустим. Допустим. Это в общем. Это в общем. Итак. Летом мама перенесла инсульт. У меня сын, подросток, 14 лет, бельмуня. Ну вот, мне бы хотелось, чтобы вы, конечно, немного сформулировали, почему вы написали вот это, что у вас ребенок подросток, вот, что без муза вы и так далее. Мне вот кажется, что вы хотели что-то этим сказать нам. Ну, я не знаю, может быть вы не решились это сделать, может быть вы сами не отдаёте себе отсчёт в том, что хотели сказать. Но мне представляется так, что это важно. Мне представляется так, что на это стоит обратить самое-самое-самое пристальное внимание. Вот. Начал. Начал. Ага. Подросток без мужа, то есть без отца. По факту. Вот. То есть у вас есть свои проблемы. Да? Получается. У вас нет мужа, вам нужно строить семью. Что вы делаете сейчас? Заботьтесь со мамой. Нет, а маме нужно заботиться. Конечно, маме нужно заботиться, безусловно. Но только в острые критические моменты, когда мама действительно в этом нуждается. Например, когда у неё только случился паралич, я уверен, ей нужна была ваша помощь. И вы ей помогли. В этом плане вы молодец. В этом плане вы большая молодец. Но. Но. Дальше. Что происходило дальше? А дальше происходило то, что вы стали свою маму опекать. И вот именно опека является тем, что в психологии называется созависимыми отношениями. Когда один человек берёт за другого больше ответственности, ответственности больше, чем нужно. Понимаете? Это то, что делаете вы. Так. Значит, ну, здесь стандартный вопрос. Нужно, как происходит с ребёнком, общается ли ребёнок с отцом? Если у вас личная жизнь, если да, то какая? Как успешно она развивается? Если нет, то, соответственно, почему? Нет, нет. Вот. Дальше. Дальше идём. Из-за болезни матери мне пришлось переехать. Заметьте, вы пишите, пришлось переехать. То есть, условно говоря, ситуация здесь такая, что вы не хотели, но вам пришлось. Заставили себя переехать к родителям с сыном. Из-за болезни матери. Ну, опять же. Непонятно, почему переехать с сыном. Зачем сыну было переехать с 11-14 лет. У них довольно самостоятельный, достаточно самостоятельный и, в общем-то, вполне способен был бы жить сам. Тем более, что вы говорите, что живёте на два дома. Вот. То есть, здесь граница какая? Ну, вот. Между тем, что вы хотите помочь своей маме, да, и тем, что вы хотите сделать для себя. Тем, что вы можете сделать для себя. Как долго вы будете помогать своей маме. Вот. Дальше. Из-за... Так. Значит. Отец у нас по характеру сложный. Вот видите, опять вы говорите, отец у нас. То есть, отец у нас, вы говорите. Это вновь, вновь размытие границ происходит. Лично. Лично. На самом деле. Потому что не у вас отец. А просто отец. Вы пишите у нас, да? Отец со сложным характером. Или отец там деспотичный, как вы говорите, да? То есть, такой властный. Но не у вас. Он просто деспотичный и властный. К вам это отношение не имеет. Поскольку вы уже взрослый. Ба всегда ходила на поводу отца. Ну, об этом, в принципе, я говорю, да? Важно только теперь установить свое отношение к этому. Сейчас, вот он вот, она ходила у него на поводу. Эээ, как вы к этому относитесь? А, человек пожилой, 75 лет, сейчас приключился на нас. Ну, правильно. Эээ, свежее мясо. Как говорится. И далее вы начинаете на него жаловаться. Если не по нему, сразу он дурак. Плохо сына воспитываешь. Что они делают после обеда? Наверное, гуляют после урока. Гуляют после урока. И что там такого? Может такими словечками сказать. Язык у него подвечен. Лучше, лучше, лучше из нас. Здесь есть принижение. Наверное, немного себя. Но самое главное, что вы, вы не видите то, что стоит стоит за потребностью отца выращать так свои свои какие-то свои эмоции и так далее. Понимаете ли вы отца? Понимаете ли вы с какой целью он это всё говорит? Отфильтровываете ли вы то, что он говорит? Дальше. Я понимаю, что жертву сына, но ничего поделать не Я не могу так, если у тебя уйдом, а мама говорит, маме будет плохо. Что это значит? Что ей будет плохо, что это значит? Особенно, если вы говорите, что сейчас она здорова, но бедна сразу заболеет. Как это применимо к инсульту? Ни одна болезнь ещё не зависела бы от наличия или от... Да, пусть и близких. Мы ухаживаем за ней. Она нуждается в ухаживании за собой. Если да, то делайте навыкные для себя условия, если ей это не нужно, это её право. Вот ходим на два дома. Ну, опять же, вот что это, то, что вы говорите? Это жалоба. Ходим на два дома. Так это вы решили ходить на два дома? Ладно. Ладно. Это вы решили ходить. Сын в свободное время-то дома после обеда старается быть. Зачем? В шесть приходит к родителям. Вы понимаете, что у сына, по сути, никакой жизни своей нет? А как же, друзья? Как же свои интересы? Как же увлечения? У сына сейчас подростковый возраст. Ему нужно самоидентироваться и реализовываться. А он что делает? Так, значит, очень любит бабочку. Один раз, когда подержался дед, я рассказал, если бы мы втроём, какое было бы счастье. Ну так вы можете это сделать, вы можете это сделать. Я после работы прекратился вечером. Почему? Поздно ругается. Нет свободы ни у кого из нас. Ну так опять же, опять же. Здесь вы своим выбором лишаетесь. Цена, цена потери свободы здесь не соразмерна. То есть в любых отношениях люди теряют часть своей свободы, но у вас, в вашем случае, цена потери свободы не соразмерна тому, что вы получаете по итогу. То есть не соразмерна тем отношениям, в которых вы находитесь. Последнее время стало нервно, депрессивно, ну потому что все ваши желания подавляют. Вообще мне такое ощущение, что ваш вот сценарий жизненный, это без чувства, наверное. Или без радости, может быть. Ну, я так думаю, что скорее без радости, потому что что-то у вас есть. Скорее без радости. То есть я не имею права, грубо говоря, да, ничего делать для... С того, чтобы быть радостным. Самой, хотя бы. А если я не имею права быть радостным самой, да? Ну, наверное, в таком случае я не позволяю быть радостным и своим... Ну, например, детям, да? Например, мои... Вот мой ребенок, например, несчастлив, допустим, да? Мой ребенок, например, он страдает от деда. А ради чего он это делает? Да, вот ради чего, а зачем ему это, ну... Ребенку, вот это вот, по-другому. А зачем? Знаете? Такая сторона. И вы приучаете его к сценарию без радости. Вы говорите ему, что... Как бы... Отношение с людьми... Это всегда жертва. Почему вы его учите? И вот это вот, пожалуй, является самым скверным для ребенка. Поэтому... Да, и он видит вашу депрессию. Он чувствует, что вы ее депрессируете. Вот, и он это прекрасно знает, чувствует, понимает, что вы депрессируете. Вот. Ему это передается тоже. Возможно, он винит себя. Вот. Ну, это, конечно, не точно, но... Вполне может быть. Вот. И так далее. Да. Такое тоже может быть. Вот. И опять же. Опять же. Вот вы говорите, что я... Стала нервной, депрессивной, иногда плачу, чтобы никто не видел. Вот. Вы плачете, чтобы никто не видел. Вы не проявляете свои чувства, не проявляете свои эмоции. Вы стесняетесь. Вы... Как бы говорите себе... Я не имею права плакать. Имеете. Право плакать вы имеете полное. Вопрос заключается в том, почему вы считаете, что не имеете права на слезы. При сыне своем не бойтесь плакать, потому что он мужчина, в конце концов, а вы женщина. А женщина плачет. Женщина может быть слабой. При отце своем плачете, чтобы он видел, до чего доводит ваши слезы. Не просто говорить с отцом, да, это действительно безрезультатно. А вам самой нужно менять свое поведение. Вам самой нужно делать что-то. Вам самой нужно делать что-то. Чтобы были перемены. А иначе, иначе, иначе ничего не изменится и... А... Так, так все и будет. Вот. Ну, так все и будет, вот как происходит сейчас. Так что опять же, у вас нет никакого выхода из ситуации. И предлагать вам выход какой-то из нее, мне кажется, сейчас вообще не... Ну... Непродуктивно. Абсолютно непродуктивно, потому что... Как бы, ну... Вот. Какой может быть выход из ситуации, да? Если у вас нет... Никаких, значит, ресурсов, ну, ресурсов для того, чтобы... Ага, ну, чтобы делать что-то. Какой может быть выход? Никакого. Никакого выхода быть не может. Вот. Там поэтому сперва нужно работать над... Эм... Тем, чтобы... Эм... Ресурсы... Появились, да? Сперва нужно работать над этим. А уже... Потом... После этого... Уже можно говорить о том, чтобы вам предпринимать какие-то решения. Сначала сына оградить, сначала себя оградить, на эмоциональном уровне. Вот. Вырвать соответствующую реакцию на поведение деда. Для этого его... Его нужно... Эм... Понять лучше, лучше, чем вы понимаете сейчас. И далее, 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 далее. Постепенно, постепенно отстраняться так, чтобы... Было комфортно и вам, и... Чтобы вы... Эм... Помогали своей матери. Ровно настолько, насколько в этом нуждается она, а не настолько... Насколько в этом нуждаетесь вы. Понимаете? Это и называется разграничение ответственности. Но это работа. Это работа. Над собой, в первую очередь. Эм... На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам... Понравился... Мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Подождите с манем. Подожд Sydney. Подождите вы. Зд respeto, чьи . Надеюсь.